Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Карло Кривелли, итальянский художник. Происходило семи художников, учился в Венеции, Падуе. Большую часть жизни провел Марко, Асколе Печено и Далмации. Его работы подписаны Карло Кривелли, венецианец. Он подчеркал свое происхождение. Сын венецианского художника, работы которого ныне неизвестны, Якоба Кривелли, жившего в приходе святого Моисея. Я беру данные из википедии. Дата рождения Карла неизвестна. Известно, что в 1457 году он достиг совершеннолетия, так как был осужден в Венеции за прелюбодеяние, совершенное Старсией с женой моряка Франческо Кортеза. На полгода его заключили в тюрьму и выставили денежный штраф. Закументальное подтверждение данных об обучении Кривелли нет, но говорят, что он был знаком с Липпи Донателло. Возможно, что Карло был учеником Антонио Виварини, Джованни Альмани и Портоломео Виварини. Основываясь на его первой подписной работе, предполагает знакомство художника с современной подуанской школой, прежде всего, Скворчева и влияние идеи ренессанса. В 1468 году переехал в регион Марка, работал там до своей смерти. Автор картин на религиозные сюжеты в позднем готическом стиле. Светских картин Кривелли почти не писал. Произведение отмечает чертами феодально-рыцовской культуры. Автор преимущественно богатых декорированных алтарных картин с изящными мадоннами и нарядно одетыми святыми. Для произведения Кривелли характерна сложная символика, перенасыщенность композиции, тщательно выписанными деталями, тонкость художественного письма. Карла Кривелли можно считать представителем раннего ренессанса, сочетавшего в своем творчестве элементы поздней готики и новых тенденций, характерных для эпохи Возрождения. Странно, но его почему-то не упомянул Джорджо Вазари в своем главном труде, в жизни описания знаменитых живописцев. Кривелли был надолго забыт и открыт в 19 веке во многом благодаря двум итальянским исследователям Аббату Ланци и Амико Ричи. Большая коллекция его работ находится в Национальной галерее Лондона. В России работ Кривелли нет. Кривелли принадлежит к числу гениальных художников всех времен и народов и не надоедает, даже когда великие мастера становятся скучными. Вот так в истории венецианской живописи написал о нем Бернад Бенсон. Был замечательным колористом. Яркие цвета его картин гармонично уравновешены и не производят впечатления пестроты. Автор множества полиптихов для церквей Марки, в настоящее время большей частью разрозненных и сохранившихся частично. Вот что писал о Карла Кривелли Бенуа. Этот странный чопорный живописец предпочитает ставить свои жесткие, носатые, точно из дерева вырезанные в медные одежды закованные персонажи на блестящий золотой фон. Иногда же он заполняет воздушное пространство позади них орнаментально расположенными, точно из камня высеченными головами херувимов. Ну вот, наверное, и все, что можно немножко рассказать о Карла Кривелли, итальянском живописце. Пока-пока, до свидания, познакомились немножко с работами этого художника. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok